Пермская бегунья Татьяна Томашова продолжает успешно выступать на Олимпиаде. Накануне в Лондоне состоялся полуфинальный забег на 1500 метров. Томашова пришла к финишу третий. Ее время 4 минуты, 2,1 секунды. Отметим, что во втором полуфинале даже победитель не смог показать такого результата. Финальный забег на дистанции полтора километра состоится 10 августа. Футболисты Амкара провели открытую тренировку, на которой могли присутствовать все желающие, как болельщики, так и журналисты. Команда ведет целенаправленную подготовку к предстоящей игре с Мордовией. Красно-черные занимаются в полном составе, за исключением травмированных игроков. Новички появились. Сейчас Карелис приехал. Думаю, что к следующей игре будет готов. Завтра заявим. Возможно, эту игру еще не сыграет. За дубль сыграет. Посмотрим. Физическая готовность еще не совсем понятна. Приехал на просмотр Абина. Забивной форвард. Я просто видел. Забивает. Это очень хорошее качество. Поэтому посмотрим. Николас Карелис, напомним, ранее играл на родине за греческий клуб Эрготелис. Карелис – универсальный игрок атаки. Может сыграть как на фланге, так и оттянутого форварда. Первый грек в истории Амкара с журналистами пообщался через переводчика, которым выступил еще один игрок красно-черных – Брайан Идову. Говорит, команда очень хорошая. Игроки хорошие. Коллектив очень приятный. И город сам по себе красивый. И надеюсь, что зимой тут тоже будет красиво и не так холодно. Напомним, с Мордовией наша команда сыграет в предстоящие выходные. Игра на стадионе «Звезда» состоится в воскресенье, 12 августа. Начало в 17 часов. Дублирующие составы встретятся днем ранее – в 18.30. Тем временем проявило себя подрастающее поколение пермского футбола. В Тольятти завершилось первенство России по футболу среди юношей 1998 года рождения. В составе сборной Урала и Западной Сибири выступали воспитанники Амкаровской спортшколы – Георгий Енев, Михаил Кондрашов и Салим Шарафеев. Наша команда в число призеров не пробилась, заняв четвертое место. Но Енев и Кондрашов были признаны лучшими игроками в составе своего коллектива. На аналогичном турнире среди команд, составленных из игроков 2000 года рождения, также отличились воспитанники прикамского футбола. Лучшими игроками первенства признаны Евгений Ощепков и Арсений Павленко. Он, кстати, забил больше всех – 10 мячей. Пермские медведи провели еще один контрольный матч на предсезонном сборе в Германии. Соперником нашей команды стал местный Нордхерман, выступающий в 4-м дивизионе. Медведи обыграли его со счетом 33-31. После этой встречи наставник пермяков Лев Воронин заявил, что хотелось бы сыграть еще и с более серьезными соперниками. Переговоры об этом ведутся, но пока согласия достигнуть не удалось. Во многом потому, что чемпионат Германии стартует уже 25 августа, и все команды уже давно сверстали планы на межсезонье. Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.